здравствуйте рад приветствовать вас на наших лекциях сегодня поговорим об энергозатратах энергозатраты должны компенсировать энергию пищи сегодня говоря о здоровье мы не можем не говорить о питании человека потому что питание является тем важным фактором который творит нашу жизнь это истина давно известно еще гиппократ говорил пусть пища твоя станет лекарством твоим а лекарство твою пищи твоей немножко в другой форме это же выражение приписывает гиппократу в если ты не будешь кушать пищу как лекарство то к старости будешь кушать лекарство вместо пищи питание имеет решающее значение для здоровья человека причем пища считается наиболее важным фактором окружающей среды влияющим на продолжительность жизнь мы живем в век динамических изменений и буквально на примере одного поколения можно проследить тенденцию изменению культуры питания ее влияние на качество и продолжительность жизни правильно здорово правильно сбалансированное питание является неотъемлемой частью здорового образа жизни основные правила которые должны закладываться с самого детства и придерживаться которых необходимо в течение всей жизни с рождения и в течение всей жизни если говорить конкретно об энергозатратах в принципе два закона первый закон питания энергозатраты должны компенсировать энергию пищи к сожалению в нашей стране растет количество людей имеющих избыток массы тела и страдающих ожирение это в том числе связано с тем что энергия пищи превышает наши энергозатраты практически на 1000 килокалорий и более и сейчас данный вопрос становится актуальным в отношении детей молодежи так как от лишнего веса и ожирения страдают более 60 процентов населения из этого количества порядка 7-10 процентов это дети дошкольного возраста второй закон питания физиологические потребности должны удовлетворять нормальным химическим составом условиях продолжающегося ухудшения экологической обстановки увеличение количества хронических соматических патологий изменение качества питания наиболее рациональным наиболее эффективным путем коррекции питания профилактики и коррекции различных заболеваний является обогащение наших традиционных пищевых продуктов микронутриентами доступны регулярному использованию широким слоям населения болезни связанные с питанием стали настоящими болезнями цивилизации около 71 процента населения всей земли страдает нарушениями обмена веществ частности атеросклерозом который приводит к инфаркту миокарды другим осложнения несбалансированный рацион питания обедненный микронутриентами микронутриенты мы более подробно будем рассматривать что это и как витамины минералы и вообще все необходимые нутриенты в нашем питании все это приводит к другим сердечно-сосудистым заболеваниям приводит к снопорозу подагре ожирению приводит к изменению наших днк и рнк даже так питание влияет на это соответственно мы начинаем передавать своему поколению наше поколение передает уже следующему поколению и так далее так далее и все это за счет питания за счет неправильного питания избыточная масса тела сейчас фактируется у 55 процентов взрослого населения старше 30 лет аналогичная ситуация достаточно часто присутствует питание школьников и студентов которые отказываются от организованного питания в школьных и студенческих столовых да увы к сожалению нету нормального сейчас питания это скорее редкость чем правило школьных студенческих столовых вместо этого фастфуд гамбургеры чипсы сникерсы и так далее так далее пепсиколы кока-колы и все что вот едят наши дети тут все это влияет естественно на здоровье наших детей каждый четвертый ребенок имеет личный вес а каждый восьмой страдает ожирением на сегодняшний день ожирение действительно признано одним из мечей нашей цивилизации и в первую очередь в первую очередь это связано как я уже говорил еще раз подчеркну с питанием с нашим питанием с тем что не хватает микронутриентов наш организм начинает их требовать нам кажется что мы просто хотим кушать чем перебить голод правильно салом шоколадкой что-нибудь на бегу бегом через какое-то время наш организм опять понимать что нутриентов он не получил они все равно требуются начинает нам требовать что опять мы чувствуем чувство голода и так вот замкнутый круг когда же идет витамино-минеральное обеспечение всего организма когда мы начинаем получать с питанием все необходимые вещества соответственно уже чувство голода такого сильного не будет это конечно очень сложный вопрос и нельзя говорить про то что вот попейте витаминки и все и вы сразу похудеете не будете хотеть кушать и все будет у вас хорошо сожалению это очень сложный вопрос нас будет отдельный очень большая тема на эту тему все это мы будем рассматривать но вот очень коротко и основа именно всего этого не только ожирение всех остальных заболеваний это питание из-за нехватки нутриентов начинает страдать наши органы почему из-за чего я первой лекции говорил мы это будем более подробно изучать когда уже перейдем к изучению непосредственно каких-то витаминов минералов на все это полную версию курса бесплатном доступе будет находиться по ссылке под этим видео сегодня все что вас на следующей лекции будьте здоровы до новых встреч